Они же у вас лучше всего от этой времени. Как видно, видно хорошо, я уверен, а вот, значит, слышно непонятно. Анна, привет. Алекс Чадьевич, всем привет. Так, Оксана Павликова, доброго утра всем. Все, Марина Шувалова у нас в основном женский урок. Женщины более любят ТУР изучать, потому что они не должны. Все, что человек должен, все, что человек должен делать, ему не хочется. А то, что не должен, так хочется. Все, и так, значит, всем шалом. И мы начинаем, продолжаем, вернее, изучать перте вот. Значит, сегодня у нас, да, привет. Значит, сегодня мы находимся, вот сейчас эрэ в шаббат, как канун шаббата. Шаббат, потом будет у нас что после шаббата сразу? Шаву, здарование Туры наступает. И, значит, можешь набрать, пожалуйста, тариф, кто-то, ну что-то звонит, может, ну, сказать, да. Так вот, все, всем еще раз доброе утро, да. Узнать, ну что. И вот, дорогие друзья, наступает шаву, вот завтра вечером наступает день дарования Торы. Тора, это почти там, Тора была дарована 3300 лет назад. Да, 3300 лет назад была дарована Тора. И вот мы каждый год входим в это время дарования Торы. Так что, как раз вот можно подготовиться. Завтра вечером наступает то время, когда, когда Бог передавал Тору, передавал Тору еврейскому народу. И можно прямо в этот день, прям принять свою личную Тору. Прям можно, нужно, надо постараться. И, а мы готовимся. Готовимся, как правильно выстраивая свои качества. И пертевод нас учит, как выстраивать правильно свои качества. Открывай кнопку, балкон, пожалуйста. Так вот, как же правильно выстраивать свои качества? Шалом, Ривка, задается вопрос. Значит, в этой Мишне, в этой Мишне, сегодня Шиман Бно, то есть, предыдущая Мишна сказала Рабан Гамлейд. Рабан Гамлейд нам сказал, что сделай себе Рава и избавься от сомнения. И не умножай отделять Маасер на глаз. Это нам сказал кто? Рабан Гамлейд. Теперь это Мишна нам говорит. Шиман Бно. Шиман, это его сын был. Шиман Бно Омер. Кол я май гадальти бен Ахахамим. Он сказал. Все свои дни я рос между мудрецов. То есть, отлично, это как мы учили в начале первой главы. Это сказал Йосип Бен Вейзер. Он сказал, пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. И это прекрасно, когда ребенок слышит вокруг слова мудрости, слова Торы, видит великих людей. И это поэтому во многих семьях мудрецов вырастали мудрецы и их дети. Например, у Рэбы и так далее. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. И вот, значит, Шиман Бнош или Рабан Гамлейд. Представляете, у какого он папы рос, глава вообще еврейского народа, который знал всю Тору. Он говорит, коли я май гадальте бена хахамим. То есть, я все свои дни жил между мудрецов и рос. В лом отзате лягуфтов и не нашел я ничего лучше для тела. Эль аштикат. А только аштикат, только молчание. Лучше всего молчать, он говорит. В луа медраж уаикар и не медраж, значит, сейчас я чуть позже объясню. Медраж по-простому переводят изучение. Но тут есть нюансы. Значит, это слово медраж, чуть оно такое глубже, чем просто изучение. Но если по-простому, и не изучение это основа. В луа медраж уаикар эля маасэ, а только действие это основа. В коля марбэбэ дворим, мэви хэт, он сказал. И каждый, кто умножает в словах, он приносит хэт, приносит грех. Давайте разберемся. Значит, почему он сказал, ничего не нашел лучшего для тела миштяка, чем молчание. Значит, смотрите, как оно все работает. Вот есть, есть, в мире есть, ну, есть минералы, камни, да, материя. Материя такая вот, тупая, безжизненная материя. Камни, уголь там, уголь и все такое. Есть, это как бы материя нижнего, ну, самого простого уровня. Потом есть растения. Что такое растения? Растение это берет, корни у него, у растения в земле, в земле. Само растение торчит наружу чаще всего, да, листья у него. И оно берет, из земли оно берет воду, из листьев оно берет свет. И внутри его есть какая-то программа жизненности, да, которая перерабатывает вот этот вот, вода из земли. Вода там, что-то еще она из земли может берет. И вот этот цвет перерабатывает в растения, и растение растет. Это цамех называется. То есть это, вот там уже есть такая жизненная сила, которая позволяет этим клеткам делиться. Эти клетки делятся. Потом удивительное дело, у растений там или у деревьев появляются цветочки. На эти цветочки садятся там всякие пчелки. Пчелки переносят с тычинок на эти пестики какие-то, переносят там в штучки, и они эти деревья тоже каким-то образом, несмотря на то, что они не двигаются там, и они размножаются. Представляете? И этот цамех называется растущий. Теперь дальше есть животные. Есть животные в третий уровень, да. Третий уровень животных, они там собачки, кошечки, всякие зайцы, рыбки там, все такое. То есть у них уже организация посложнее. Они уже там в стае сбиваются, куда-то летят. Но они тоже, они же не знают, куда лететь. То есть родился какой-нибудь там лебедь, он вообще географию не знает, компаса нет. Все летят, и я лечу. Но они при этом организованы иногда в очень сложные сообщества, схемы. Переплывают там нересты, ненересты. То есть они запрограммированы на иногда очень сложные процессы. Но они не разговаривают. То есть они книжек не пишут, то есть у них нет разговора. И только человек, только человек имеет возможность и то, что делает человека человеком. То есть мы по телу, ну, очень простенькие животные. То есть шимпанзе посильнее, чем человек, и повыносливее. Там лошадь повыносливее, посильнее. Даже какая-нибудь блоха, если взять относительно ее веса, ее там веса, она в сто раз сильнее, чем человек. Лягушка, там она прыгает, представьте, лягушка сидит, прыгает там 10 корпусов своих, да, она перепрыгивает. Тут маленькая лягушка, она прыгает, 10 корпусов. Если бы человек прыгал на 10 своих корпусов. Представляете, сидишь такой, сидишь такой, и 20 метров у тебя прыжок. Ты такой сидишь, ну, я поскакал домой. Тык, тык, тык по 20 метров, сделал 5 прыжков, 100 метров уже, да, 100 метров. Значит, за там еще 45 прыжков, километр. То есть все, зачем машины, зачем самолеты. Попрыгал себе и все. Теперь, почему тогда говорит Шимон, который потом стал Рабан Шимон Бен Габрель, тоже глава еврейского народа. Почему он говорит, что я не нашел ничего лучше для себя, чем молчание. Вообще непонятно, то есть просто непонятно. Самое для меня понятное было объяснение, это следующее. Значит, вот человек живет, зачем человек живет в этом мире? Он живет, он набирает баллы. То есть он проходит свой жизненный путь и набирает баллы, как компьютерная игра. Что является баллами? Заповеди. То есть ты выполняешь заповеди Бога. Есть заповеди, 365 повелевающих, наоборот, 248 повелевающих, 365 запрещающих. И ты должен пройти жизненный путь, чтобы набрать как можно больше заповедей повелевающих и как можно меньше нарушить запрещающих. И тогда ты выходишь потом из этого тела, как бы без скафандра. Это ты из него выходишь. И у тебя гейм-овер, значит, переход на следующий уровень. И ты переходишь, или у тебя много жизненной силы, ты там вооружен. Ну, то есть у тебя есть как бы сила для следующих этапов или нет. То есть ты, заповеди это как одежда для души. Теперь есть один очень интересный момент. Написано, мы уже изучали в Мишле, в Каэлите. Мы изучали, сказал мудрейших из людей, царь Соломон. Он говорит так, что нету цадика, нету праведника на земле, который бы не согрешил. То есть получается, что каждый человек, он где-то, где-то грешит. Причем последнее, Раби Шиман, вот этот, в этой Мишне, он нам сказал, где больше всего человек грешит. А больше всего человек грешит в лошонаразлое язычие. Это очень интересно. Тоже есть такая фраза в Талмуде, что он говорит, рубам, рубам бы гэзель. Большинство где-то ограбили, где-то грешат, тут не додал, там не додал, тут в деньгах обманул, тут занял, не отдал, тут еще что-то. Ну, в общем, где-то человек, рубам, большинство бы гэзель в грабеже. Мьют бы район, меньшинство в разврате. То есть, меньше, чем в грабеже, но в разврате, что является развратом, запрещенные связи. Вэ кулям, бэ авакла шонара. И все где-то в пыли злоязычия. То есть, злоязычие, это такой же грех. Говорить про другого человека, даже правду, но которая его обижает, оскорбляет, портит ему жизнь. Или слушать даже, представляете, даже слушать, когда другой про другого говорит плохо, это тоже грех, представляете. Поэтому, а как его избежать? Поэтому, сказал Шимон, он говорит, всю жизнь я жил между мудрецов и не нашел я ничего лучше для своего тела, чем молчание. Сейчас будет понятно. И неразгмедраж, это углубленное изучение Торы. То есть, в изучении Торы есть четыре уровня. Первый уровень, который мы изучаем, называется пшат. Пшат, это простой уровень понимания. То есть, вот Тора нам сказала, это делай, это не делай, все, это пшат. Второй уровень называется ремес, намек. То есть, Тора нам в каждом месте намекает на что-то. Если ты много знаешь Торы, то тебе она открывается на второй уровень понимания, называется ремес. Чем больше ты знаешь, тем больше тебе каждый новый отрывок намекает на другие отрывки. Третий уровень называется драж. Драж, это то, что ты можешь оттуда с помощью специальных приемов дешифрования. Драж, это как шифрование. Ты можешь оттуда вытащить. И вот этим навыком третьим имеется, владеют только самые великие мудрецы, и то там это передается только по традиции и так далее. Драж. Но это уже ты вытащиваешь из нее скрытый смысл. И четвертый этаж, такой уровень понимания Торы, это сот, тайны, которые скрыты там, духовные тайны. Ведь Тора же это идет от Бога, и она как бы это проекция божественной мысли через миры. И в каждой здесь уже воспринимаемой нами букве Торы, и слове Торы, и законе Торы и так далее, она как бы зацеплена на совершенно невероятные духовные миры, которые, ну только знаю те, кто владеет этим четвертым уровнем. Так, Шимон, Раби Шимон, он говорил, что ничего не нашел лучше, чем молчание, не вот этот вот углубленный уровень изучения Торы, основа, а действия, то есть выполнение, простое выполнение заповедей важнее. Я знал нескольких людей, которые слишком углублялись в глубину, смысловую глубину, зачем нужны заповеди, и переставали их выполнять. Представляете? То есть они учили кабалу, и они говорили, уже действия, какая разница, это там, это все неважно. Наоборот, сказал, вот прямо Раби Шимон сказал, не изучение главное, а действия, то есть по тому, выполняешь ты заповеди или не выполняешь, это концовка, как бы итог. И Коля Барбаби Дворима Вихет, каждый, кто много говорит слов, он приводит грех. Теперь давайте вот еще раз разберемся, значит, почему молчание лучше всего? Нету праведника, который бы не согрешил, основной грех это злоязычие, лошонара, которое ты где-то, ну там, там сказал, здесь сказал, то есть тот, кто много говорит, он по-любому кого-то обидит. А почему же молчание-то лучше всего? Значит, нет цадика, который бы не согрешил, но есть другой еще закон, написано, а мавир альмидотав мавиримлю альколь пашав, тот, кто может переступить через свои обиды, ему прощают все его грехи. То есть, когда человека кто-то обижает, а он не обижается, когда человеку кто-то делает зло, а он совершенно не парится и он молчит, да, то есть ему тяжело, кто-то ему что-то сказал, он молчит в ссоре, он не вступает в конфликт, он избегает конфликтных ситуаций, он просто промолчал. В этот момент с него снимаются все грехи. Есть известная история, как Робин Ахман из Бреслова, который, ну вот, похоронен в Умане, он ехал в Израиль в путешествие. И там было у него тяжелейшее путешествие, там, и потом они ехали обратно, тогда было военные действия, там, через Константинополь, через Турцию, там, ну, в общем, жутко у них была такая сложная история. И они где-то остановились в одном постоялом дворе, и там были какие-то три еврея, которые тоже проезжали мимо. И Робин Ахман, он говорит своему помощнику, который с ним был, вообще ничего не говори, никто, ничто, ничто там, вообще ничего про меня не говори, просто вот, ну, мы простые люди, все. Эти трое выпили, о, типа, странный тип какой-то сидит, начали на Робина Ахмана, ну, смеяться над ним, всякие, обижать его, там, говорит плохие вещи. Этот ученик говорит ему, давайте я скажу, кто вы такой, что вы велите человек, там, все, велите Робин, там, вас все знают, все. Он говорит, не, 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 вообще не говори ничего, говорит, ты не понимаешь, насколько сейчас то, что он меня позорит, меня спасает от каких-то очень больших проблем. То есть, вот, как раз он на это говорил, что тот, кто амавир альмидотав, тот, кто переступает через свои качества характера, да, тому прощают все его грехи. И, значит, он промолчал, ничего не сказал, тот, значит, ну, те над ним посмеялись, как бы, то все, пятое-десятое. В общем, интересно, что потом там, я не помню, каким образом это дошло, но этот ученик говорит, что через год я случайно узнал, что тот, кто на следующий год, тот, кто его больше всего позорил, он умер в течение года. Вот, поэтому, поэтому, что мы отсюда следуем, что третья часть, каждый, кто умножает в словах, приводит грех, это как раз о том, что, когда ты молчишь, то ты не согрешишь, ты никого не обидишь, ты не за умного сойдешь, ты не исказишь Тору, потому что много раз написано, что ты искажаешь Тору, это тоже проблема большая, да. То есть, если ты молчишь, как молчание золота, слышали? Значит, молчание золота, вот Виньоми, например, сидит все время и молчит, и у него взгляд такой осмысленный, я думаю, ну, вот он глубоко понимает, реально глубоко понимает. Если я его спрошу, о чем ты думаешь, он скажет, да, думаю, вот какие кроссовки купить, ну, например, да, к примеру, то есть, как пока человек молчит, он ничего, вот я, может, сейчас его обидел случайно, да, вот я сейчас согрешил, я про кроссовки сказал, ну, как бы, да, может, ему обильно, он скажет, вообще, вот это как, вообще, я сижу там, слушаю урок, снимаю, да, и, значит, а я его, как бы, выснял, можно так сказать, чуть-чуть, ну, да. Вот я сейчас согрешил, извиняюсь, вообще, Виньоми, честно, скажи что-нибудь плохое, я промолчу, чтобы как раз стереть мой грех, и чтобы на тебя он перешел. А мораль, это объясняет, что человек просто не может одновременно думать, когда человек спрашивает, скажи что-то, он такой, сейчас, подождите, он думает, потом говорит, да, больше не будет. Одновременно говорит, то есть, он или молчит, и он думает в это время, обдумывает, или же он говорит, и не думает в этот момент. Ну, моллили, они как бы, мало думали. Да, поэтому, поэтому очень важно быть, находиться на таком вот внутреннем состоянии, хорошем, да, молчать, и не умножать слова. Все, поэтому мы сегодня сокращаем урок, заканчиваем его прямо сейчас, без продолжения. Но, если вы напишите три своих вывода, писать, это не говорить, про это Раби Шимон не говорил. И, значит, поэтому мы можем совершенно спокойно писать свои выводы об уроке, и это будет очень хорошо. Напишите три своих вывода, поделиться с друзьями, знакомыми. Всем шаббат шалом. Вот сейчас Яков Шатадин, если он нам даст в комментариях, вот такая есть классная ваекра. Ваекра, вот Яков Края здесь, шаббат шалом, да, шаббат шалом, вот такая у нас есть штучка, чтобы ее рассылать всем ваекра, шаббат шалом, то будет отлично. Вот. Хорошо, друзья, все, шаббат шалом, чтобы был шаббат, чтобы вы получили Тору. Опять же, Тору, чтобы получить, нужно просто открыться и вот открыть место для Торы, да, то есть открыть место для Торы, понять, что вся моя система координат жизненная, да, она откуда-то непонятно откуда пришла. И вот попросите Бога, поменяй мне всю мою систему координат на Тору, на божественное знание, как правильно жить. Вот это будет тема. И чтобы я не просто жил, понимал Тору, а чтобы жил по Торе, это вообще будет бомба, тогда все решения будут правильные, а если все решения будут правильные, то и результаты будут отличные. Все, всем шаббат шалом и хак самая. Все, всем пока. Встречаемся уже во вторник. Все, не будет в воскресенье, в понедельник занятий, не будет так, как праздник. Встречаемся во вторник. Все. Шаббат шалом.